Гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики обсудили эксперты из Москвы и Владивостока в формате телемоста. В столице Приморья состоялась выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума. Участники оценили феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность нашего края для туристов. В прошлом году Приморский край вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов регионов России, а общий турпоток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мы видим, что Дальний Восток в сочетании возможности представлять высококачественные свежие морепродукты, а также использовать тот потенциал, который есть там и по таежным продуктам, есть тот потенциал, который может сочетать умелое использование приморского меда, эллиутерокока, различных деликатесных морепродуктов, может быть брендом дальневосточной кухни. Сейчас это направление все активнее и активнее используется. Как известно, Приморье имеет высокий потенциал в области деликатесных морепродуктов и даров тайги. Регион может стать примером для других субъектов Российской Федерации и представить идеи и опыт организации гастротуризма, который с каждым годом становится все популярнее. Если это туристы внутри России, то им интересно все. Им интересно вот маленьких рычков, креветок, крабов, ну, все, что связано с нашим морем. Если смотреть на туристов из Азии, то у них целенаправленный продукт – это краб. Они у нас действительно доступнее, чем у них, и поэтому целенаправленно они приезжают – краб, краб, хотим краб. В нашем крае уже успели завоевать популярность фестиваля, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологических приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5000 человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно. У нас уникальные террары, у нас уникальные продукты, и туристы-то тоже сами проводят какое-то исследование и едут туда, где все это есть. Вопрос в том, что мы сейчас должны это сформировать стратегически, как стратегически устойчивый бренд, в том числе для того, чтобы продавать себя дороже, и чтобы регион срабатывал больше. Отметим, власти Приморского края до 15 июня подготовят план по восстановлению туристской отрасли и преодолению последствий коронавируса, а также создадут условия для постепенного снятия ограничений с предприятий, задействованных в этой сфере. Это неминуемо нужно делать, потому что для Приморья туристический бизнес, туристический сезон имеет огромное значение для людей, которые на сегодняшний день лишены возможности работать, несут затраты по содержанию баз, по содержанию ресторанов, по содержанию гостиниц, ну и само по себе для туристов, которые связывают свои, так скажем, отпускные с возможностью побывать на море. Гастротуризм – очень востребованное направление современной туриндустрии. Для России это относительно новое явление, которое, однако, способно значительно увеличить привлекательность того или иного города или региона. Направление развития туротрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов – это одна из основных тем деловой программы Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.